В нашей программе мы расскажем о самых лучших образцах высоких технологий в каждой из таких категорий оружия, как снайперские винтовки, взрывные системы, оружие ближнего боя, запредельное оружие. За то время, пока снайпер перезаряжает однозарядную винтовку, стрелок с М110 успевает выпустить четыре пуля и быть готовым стрелять дальше. Бойцы начали знакомиться с новой винтовкой и обнаружили, что число попаданий в четыре раза превосходит однозарядной винтовки. То есть они могли поразить четыре раза больше мишени, чем с однозарядной винтовкой. Эффективность действия увеличилась в четыре раза. Усовершенствованная оптическая система М110 дает стрелку возможность поражать мишени на дальних расстояниях и днём и ночью. С установкой на эту винтовку системы ночного видения мы получаем новые возможности ведения ночного боя, ранее нам недоступные. Днём в пустыне условия ведения боя ухудшаются из-за марива и прочих визуальных помех. Инфракрасный оптический прицел впервые позволил бойцам поражать цель в ночное время с большим успехом, нежели чем дневной. Ключевой фактор для снайперской амуниции — скорость. Пламя-гаситель, установленный на М110, уменьшает звук и огневую вспышку от выстрела. То, что можно поражать цели на большом расстоянии, при том, что они не знают, откуда произведён выстрел, значительно повышает эффективность. Как оружие, эта винтовка не лучше и не хуже прочего. Но если добавить сюда пламя-гаситель, оптический прицел ночного видения, дневной оптический прицел, то винтовка становится весьма эффективной на расстоянии до тысячи метров. Она легко поражает любой мишень в любых условиях в этом радиусе. Да, это запредельное оружие. М110, набравшая средние баллы за дальнобойность и портативность, но её главные плюсы — полуавтоматический режим стрельбы и знакомая конструкция. Это ключевое преимущество в пылу сражения. На девятом месте многоцелевая, многофункциональная винтовка «Савр». Она была разработана специально для спецвойс США. Винтовка позволяет вывести ближний и дальний бой, переключаясь из одного режима в другой без помех для мобильности. На поле сражения солдаты должны передвигаться быстро и без шума. За одну операцию часто приходится совершать более чем одно задание. В любой боевой ситуации, будь то Афганистан или Ирак, поразив цель, вы должны помнить об угрозе за пределами здания. Прежде чем занять нужную позицию, снайпер может быть вынужден принять ближний бой в ограниченном помещении. А для этого требуется несколько типов оружия и амуниции. Ранее нам приходилось брать с собой два типа оружия. Дополнительный вес второго ствола, а также дополнительный набор амуниции ограничивает вашу подвижность и выносливость на поле боя. От этого зависит то, как долго вы сможете продержаться в бою. Этот спецназовец столкнулся с подобной проблемой в ходе военных действий в Ираке в 2005 году. Я, а также другие бойцы армии США и несколько иракских снайперов должны были войти в город и вытеснить повстанцев. Это был старый город с узкими улочками, тесными помещениями, узкими дверными проемами. По мере продвижения мы должны были защищать себя, поэтому каждый нес по два ствола. В случае, если необходимо иметь при себе одну винтовку, но поражать ее как дальней, так и ближней цели Сабр незаменимо. Сабр означает штурмовая винтовка с переменным боеприпасом. Огонь! Сабр создавался с целью дать спецназовцу возможность выполнять разные задачи при наличии всего одной оружейной системы. На винтовке стоит верхний патронник на патроны 12-го калибра, рассчитанный на ближний бой. В дополнение к нему имеется приемник для 20-мм гранат. Чтобы превратить винтовку в гранатомет, достаточно выдернуть два штыря и установить патронник для гранат. Вынимаем два штыря, устанавливаем верхний патронник, переключаемся на второй и вставляем штырь обратно. Однако Сабр уникальна не только в улучшенной мобильности, но также и в том, что позволяет скрыть подлинную миссию бойца. Винтовка со сменным боеприпасом позволяет скрыть наличие второго ствола для 20-мм гранат. При ходе в зону боевых действий она не выдаст вас снайпера. Все имеют при себе одну боевую систему, один тип боеприпасов, один тип магазина. Винтовка Сабр, оснащенная 20-мм стволом, имеет приличную дальнобойность, более чем 1000 метров. Наличие полуавтоматического режима позволяет поражать одну цель за другой быстрее, чем аналогичной однозарядной винтовкой. Она поражает цели на расстоянии от 800 до 1000 метров для точечных мишеней и до 800 метров общего поражения. Как и М110, Сабра сделана на базе проверенных моделей М4 и М16. Если боец проходил обучение на любой из этих моделей оружия, то легко разберется и с винтовкой Сабр. Сабр создавался с расчетом наконечного пользователя. Это более эргономичное, более удобное в обращении винтовка, которой может пользоваться каждый боец без предварительной подготовки. Сменный верхний патронник — огромные преимущества, превращающие Сабра в смертельное штурмовое оружие. Однако останавливающая сила пули у нее, как у снайперской винтовки, небольшая. Далее в программе. Макмиллион ТЭК-50 — официальный рекордсмен. Доказано в реальном бою. За ней рекорд в поражении цели на самом большом расстоянии. Доказано в реальном бою. Винтовка с скользящим затвором — залог точности попадания. Как раз это мы и имеем. Конструкция ложа, а также то, как газ отводится через затвор, снижает отдачу и значительно повышает точность попадания. За винтовкой ТЭК-50 числится мировой рекорд на самую дальнюю пораженную мишень — 2430 метров. Это самая точная крупнокалиберная винтовка на рынке. Речь идет о винтовке со скользящим затвором, способной поразить цель на расстоянии в 2,5 километра. Невероятно. И если ТЭК-50 способна произвести столь точный выстрел на таком расстоянии, то остальное — за пулей. 50-й калибр — самый крупный. Такой патрон имеет самую большую мощь и на большом расстоянии способен нанести серьезное поражение. С такой винтовкой можно поражать мишень через твердые преграды, вроде брони автомобиля, действуя при этом со снайперской точностью. Крупнокалиберная винтовка, разработанная фирмой «Мак Миллан», известна среди своих как «Биг Мак», «Большой Мак». В конце 80-х, в начале 90-х, «Мак Миллан» получил заказ от морской пехоты США на разработку системы вооружения 50-го калибра. Главная задача — повысить точность стрельбы и качество оружия при действии на дальних расстояниях. И воздействие такого мощного оружия, как винтовка ТЭК-50, на врага не ограничивается физическим аспектом. Винтовка может изрядно запугать противника только тем, как происходит поражение пулей 50-го калибра. Представьте, стоит группа повстанцев. Неожиданно один из них падает замерз, у остальных в ступоре. Никто не знает, откуда прилетела пуля. Слышался только тихий щелчок винтовки где-то вдалеке. Если пуля, выпущенная из «Большого Мака», предназначалась вам, то вы даже не поймёте, что произошло. Психологическое воздействие на силы противника при снайперском их отстреле велико. Достаточно одного убитого неизвестно откуда прилетевшей пули, чтобы посеять панику. Добавьте к этому убийственную мощь 50-го калибра, и вы поймёте, какое это мощное воздействие. Винтовка ТЭК-50 уже оставила след на местах сражения в современной истории. Она успешно показала себя на боевых операциях в Афганистане, Ираке, и до сих пор удерживает рекорд по самой дальней поражённой цели. Рекордный выстрел из винтовки ТЭК-50 был произведён в Афганистане в ходе военной операции «Анаконда». Канадский снайпер Папелло убил талибанского бойца с расстояния чуть менее 2,5 километров. Если вы опытный снайпер, вооружённый хорошим оборудованием с грамотным корректировщиком огня, то при совпадении всех необходимых условий вы сможете производить точные выстрелы на расстоянии в 2000 метров. Очень ценно то, что снайпер может с большой точностью произвести выстрел. Заняв игодную позицию в нескольких кварталах от мишени, он может снять её одним выстрелом, не покалечив никого вокруг, даже если они находятся в одной комнате. Это крайне важно. ТЭК-50 можно с уверенностью отнести к запределям оружия, так как винтовка доказала свои качества в бою, и ей принадлежит рекорд по дальности поражения. Я считаю, что ТЭК-50 может по праву зваться запредельным оружием, так как ни одна другая винтовка не поражает цель с такой точностью и на таком расстоянии. С ней можно вести огонь с большого расстояния. Бойцы доверяют этой системе вооружения и желают с ней работать и впредь. С этой относительно простой винтовкой они способны добиваться значительного успеха. Винтовка со скользящим затвором ТЭК-50, являясь рекордсменом дальнобойности, набирает самые высокие баллы за точности дальней стрельбы. Но в нашем списке эта винтовка не дотянула до первого места. Хотя и совсем немного. Любопытная смесь простоты и разрушительной мощи. На седьмом месте снайперская винтовка корпуса морской пехоты США. М-40, сочетающая традиционные качества изготовления и современные технологии. Все компоненты винтовки изготавливаются одним мастером на одном станке. Вот почему наша продукция выделяется из общей массы. В основе нашего производства мастерство и внимание к мелочам. Снайперские системы вооружения постоянно совершенствуются, благодаря развитию современных технологий и последним достижениям науки. Но иногда лучшим решением является самое простое. Винтовка М-40, проверенная временем, является образцом такой простоты и надежности. Винтовка М-40 была разработана для корпуса морской пехоты США в 1966 году на базе целевой винтовки «Ремингтон-700». В корпусе морской пехоты она до сих пор значится как М-40А-3. Проверенная и испытанная в боях система вооружения была усовершенствована с помощью новейших технологий и материалов, но сохранила высокое качество сборки. Когда прикладываешь винтовку к плечу и закрываешь затвор, то словно захлопываешь дверь. Винтовка сидит в руках прочно, почти нет отдачи. Ничего не шатается. Но запредельную винтовку делает вот что. Новый патрон 6,5 на 47 мм Лапуа. Этот патрон один из самых эффективных для использования в системах вооружения 308-го калибра. Сочетание патрона калибра 6,5 с нашими винтовками М-40Т-7 дает потрясающий результат. Эти две мастерски выполненные системы отлично дополняют друг друга. В результате получилась надежная и прочная снайперская система, обретающая в руках опытного стрелка смертоносную точность. Центральная мишень попадания в центр. Придя к выводу, что эти новые патроны соответствовали по качеству нашим системам вооружения, мы решили создать снайперскую платформу высокой эффективности. Патрон 6,5 мм Лапуа по весу и размерам соответствует 308-го калибру, но имеет иные баллистические характеристики. Это патрон Винчестер 308-го калибра. Покидая дул, он тут же начинает снижаться под угетер, а энергия опускает к земле под воздействием гравитации. Так? Теперь сравним с патроном 6,5 на 47 мм Лапуа. Вылетая из дула винтовки, пуля дольше сохраняет первоначальную траекторию. В конце полета она не отклоняется настолько, насколько уходит вниз пуля 308-го калибра. Будучи последней разработкой в области амуниции, этот патрон летит быстрее дальше, покидая дула с меньшей отдачей, чем аналогичный патрон 308-го калибра. Патроны 6,5 мм Лапуа, отдачи при стрельбе на 40% меньше, чем у 308-го калибра. Стрелок, цель открыта, расстояние 280. Это позволяет быстрее произвести повторный выстрел, если стреляешь без корректировщика огня. Если же вы работаете в паре, то и здесь есть преимущество. Вы оба видите точку поражения. Повышенная скорость полета пули предохраняет ее воздействие внешних факторов, таких как ветер или погодные условия. Центральная мишень, попадание в центр. М40 с патроном 6,5 на 47 способна поражать мягкие мишени на расстоянии до 1000 метров. Увеличение дальнобойности способствует повышенной выживаемости. Чем дальше, тем лучше. Оружейники компании Tactical Rifles при меньшем количестве движущихся частей смогли уделить больше внимания усовершенствованию модернизированной эргономичной конструкции винтовки. А в комплекте с инфракрасным оптическим прицелом М40 показывает дальнобойность 1000 метров не только днем, но и ночью. Это новый концепт, над которым мы работаем с несколькими другими производителями. В нем предусмотрен держатель для магазина в затыльнике приклада. Мы предусмотрели уклон в передней части. Это щека прицельной колодки, высоту которой можно регулировать. Винтовка удобная, надежная и во многом превосходящая аналоги. С ней очень приятно работать. Какой бы приятной ни была эта винтовка во вращении, мы поставили М40 на 7 место нашего списка лучших в мире снайперских винтовок. Она отлично подойдет и полицейскому стрелку для стрельбы на 50 метров и военному снайперу, посылающему пулю за километр. Далее компактная конструкция Bullpup представляет большой набор опций, а также старый фаворит, который обрел второе рождение. Запредельное оружие Мы составили список лучших снайперских винтовок. На 6 месте короткая, но убойная винтовка Stealth Reckon Scout. Если вы сочли, что она совсем не похожа на снайперскую, значит, конструкторы не зря старались. Ведь Stealth Reckon Scout — винтовка, полностью переворачивающая наше представление о снайперских системах. Перед нами была поставлена задача сконструировать винтовку с укороченным стволом, более портативную, но имеющую полноценные баллистические качества снайперского оружия. В районах боевых действий военным сотрудникам правоохранительных органов все чаще требуется целевое оружие. Оно должно быть портативным, чтобы действовать в застроенных районах, но иметь достаточные для поражения цели на расстоянии габариты. Конечно, боец может нести с собой для оружия либо систему вооружения типа Сабра, которая представляет собой штурмовую снайперскую винтовки в одном модульном корпусе. Но что, если можно поражать цели на расстоянии до двух километров из более короткого ствола? Мы создали винтовку Stealth Reckon Scout, потому что считаем привычные снайперские оружейные системы слишком громоздкими. Цель — 530 метров. Конструкторы из Desert Tactical Arms вернулись к чертежным планшетам и разработали альтернативную конструкцию винтовки Stealth Reckon Scout. Stealth Reckon Scout уникальна тем, что имеет схему компоновки Bullpup, при котором ударные механизмы и магазин расположены в прикладе позади спускового крючка. Уникальность компоновки такой схемы заключается в том, что она позволяет значительно укоротить длину снайперской винтовки. Схема Bullpup дает возможность отготовить более короткую винтовку при одинаковой длине ствола. Винтовка Stealth Reckon Scout удобна не только возможностью замены стволов, но также и замены патронов. Она принимает как стандартные 308-е, так и специальные снайперские патроны Лапоа 338-го калибра. Многоокалиберная винтовка дает значительное преимущество в городских условиях. Ведь в населенном пункте вам не нужна дальнобойность километров с лишним. В данном случае вам нужно оружие, бьющее на пару сотен метров с низкой проникающей способностью. Это то, что вам нужно. Смена ствола на этой системе устроена как нельзя проще и удобнее. На этой системе очень легко поменять ствол. Сейчас она установлена для стрельбы патронами Лапоа 338-го калибра. Нужно лишь снять эту накладку с приклада, удалить винт, снять магазин, повернуть на половорота 4 винта. И повернуть зажим ствола на 180 градусов. Беремся за ствол, он легко вынимается. Это ствол 308-го калибра, длиной 56 сантиметров. В нижней части имеется стрелка, которая указывает правильное расположение ствола при установке на оружейную систему. Затем берем затвор на 308-й калибр. Зазор среза затворы находятся на стволе. Вставляем новый ствол до щелчка. Закручиваем 4 винта. Ставим магазин на 338-й калибр. Ставим на место накладку. Боец может легко и уверенно действовать в зоне города с этой новой портативной винтовки. Преимущество для снайпера, вооруженного винтовкой Стелл Секон Скаут, заключается в ее модульной конструкции. Она позволяет легко менять длину ствола и калибр, переключаясь 308-го на 338-е лапуа. Теперь есть винтовка, которую можно с одинаковой эффективностью использовать для поражения таких целей, как бронированные автомобили, так и для уничтожения пехотных сил противника меньшим калибром. Винтовка Стелл Секон Скаут дает бойцу оперативную гибкость и максимальную скрытность действия при компактном и легком корпусе. Отлично подходит и для полицейского при стрельбе на 50 метров и для военного снайпера. Для бойца, который желает передвигаться налегке, но иметь при себе грозное оружие, отличным решением будет винтовка АС-50. Именно эту модель мы поместили на пятое место нашего списка. Она была разработана для морской пехоты США на основе 50-го калибра. Это полуавтоматическая снайперская винтовка 50-го калибра с магазином на 5 патронов. Морским котикам США требовалось оружие, которое можно легко разобрать и переносить небольшой группе бойцов на труднопроходимых участках суши. Винтовка АС-50 легко разбирается на два основных компонента. С точки зрения удобства, переноски ей нет равных. Собирается она менее чем за три минуты. Для сборки нужна лишь одна отвертка. Винтовка создавалась с расчетом на морских котиков, чтобы ее можно было достать из воды, собрать и тут же приступать к поражению цели на расстоянии до полутора километров. Морские котики США проходят подготовку, делающих ловкими, выносливыми и умеющими сражаться в любых условиях бойцами. К своему оружию они предъявляют такие же высокие требования. Этой винтовке ни почем ни грязь, ни морская вода, ни ил, ни песок, ни снег. Она может работать в самых суровых полевых условиях. В АС-50 такой выносливости удалось добиться благодаря точным конструкторским решениям. Внимание к мелочам. Все движущиеся части изготовлены из высококачественных материалов. В стволе имеются специальные канавки для отвода песка или воды, если стрельба производится в боевых условиях. Просто берете винтовку, вытряхиваете из нее воду или песок и открываете огонь. При ближайшем рассмотрении затворный механизм АС-50 показывает сложную, отлично поставленную серию движений для выброса стреляной гильзы и перезаряжания винтовки. Все это происходит менее чем за одну треть секунды. Скорострельность АС-50 — пять патронов за одну и шесть десяток секунды. Попадание в центральное левое. С ней легко держать противника у земли. Цель уничтожена. Эта невероятная скорострельность наделяет винтовку разрушительной мощью. Я могу выпустить пять патронов с большой кучностью стрельбы за то время, пока я все это говорю. Это дает значительное преимущество. Секрет заключается в уникальной плавыщей конструкции ствола, снабженного двухкамерным тормозом-компенсатором, предотвращающим подброс оружия при стрельбе. Прежде чем успеет двинуться любая движущаяся часть механизма, пуля уже будет на 100 метров воздуха. Титановый корпус делает винтовку легкой и прочной. Небольшой вес винтовки дает сотрудникам спецслужб. Легко переносить ее на себе по необходимости. Это оружие более универсальное. Для большей убойной силы в АС-50 используются бронебойные зажигательные снаряды. Они пробивают бетон и сталь, сохраняя при этом достаточную энергию, чтобы поразить цель. Этот 50-й калибр весьма устрашающе действует на силу противника. Ведь сейчас убрать врага нужно одним выстрелом. Один выстрел — один труд. Если вести из нее огонь по силам противника, то им придется сидеть у земли, что дает нашим бойцам продвинуться в тыл под прикрытием. Высокая скорострельность, бронебойные патроны и, словно и этого, мало. Высокая точность стрельбы, сравнимая с винтовками, оснащенными скользящим затвором. Главное преимущество этой винтовки в том, что она имеет такую же высокую точность стрельбы, как винтовка со скользящим затвором, но при этом позволяет вести стрельбу в полуавтоматическом режиме. Это огромный плюс. Винтовка С-50 от компании Акураси Интернешнл подходит для любых условий и неизменно оставляет за собой значительные потери во вражеских силах. Продолжаем продвигаться к началу списка лучших снайперских винтовок по нашим представлениям. На четвертом месте винтовка Барретт 99 416-го калибра, бьющая с невероятной точностью. Запредельная винтовка требует запредельной амуниции. Патрон 416-го калибра — один из самых мощных. Пуля покидает ствол на скорости примерно 1000 метров в секунду. Это феноменальная скорость. Пуля имеет солидный вес и удлиненную форму, что позволяет погасить сопротивление ветра. До сих пор пули делались по простому принципу. Чем тяжелее, тем больше дальность полета. Но Крис Барретт из фирмы Барретт Файрамс решил бросить вызов привычным процессам. При создании патрона 416-го калибра мы столкнулись с рядом трудностей. Это касается и формы самого патрона, и геометрии гильзы, и ее потенциала, пороховой смеси, приводящей пулю в движение. Самый распространенный патрон 762-го калибра с высокой начальной скоростью поражает цель на расстоянии около 800 метров. Более крупные патроны 50-го калибра поражают цель на расстоянии до 2 километров. Но если создать патрон меньшего калибра, способный поражать цели на таком же расстоянии, и с не меньшей точностью, чем выше скорость пули в момент, когда она покидает ствол, тем дольше она будет держать эту скорость, и тем выше будет убойная сила этой пули. Крис и его команда сосредоточили усилие на создании высокоскоростной и более мощной пули, стараясь уменьшить ее вес до минимума. Этот патрон 416-го калибра при высокой скорости полета и более ровной траектории позволяет поражать мелкие цели на значительном расстоянии. Оно увеличивает дальность стрельбы почти на тысячу метров. Лора Гэтч — снайпер, перепровавшая немалую систему вооружения. Это модель 99 от фирмы Барретт с патронами 416-го калибра. Отличная вещь. Винтовка Барретт 99-й модели — высокоточное оружие, созданное идеально для женщины-стрелка. Это винтовка со скользящим затвором с низкой отдачей, всего лишь легким толчком к плечу. В ситуации, когда все решает один выстрел, он должен быть точным. Высокая точность попадания с Барреттом 416-го калибра обеспечивает поражение цели с одного единственного выстрела. Промежуток времени между спуском курка и поражением цели очень мал. Снаряд ведет точно в цель и достигает ее быстро. Эта пуля поражает цель гораздо быстрее, чем пуля 50-го калибра. Ее выше скорость полета. Высокая скорость полета снижает воздействие внешних факторов. Ветер, атмосферное давление, погода — все это имеет огромное значение при поражении цели. За то время, пока пуля летит к цели, воздействие на нее будет значительно меньше. Большинство патронов 50-го калибра тормозятся ниже скорости звука на расстоянии менее полутора километров. А 416-й калибр сохраняет сверхзвуковую скорость на более чем половину этого расстояния. 416-й калибр и на 2,5 километрах сохраняет сверхзвуковую скорость, а 50-й теряет ее уже на 1700 метрах. Винтовки со скользящим затвором, стреляющие пулями 50-го калибра, теряют в портативности и скорострельности. Но в сочетании с пулями 416-го калибра они набирают высшие баллы в дальнобойности и убойной силе. Запредельно, эта винтовка делает возможность поражать мишени на большем расстоянии. Но чтобы стать по-настоящему запредельным оружием, винтовка должна действовать в любых самых экстремальных условиях. В горах Афганистана. В тропических джунглях. В сухом климате пустыни. И в арктической тундре. Современные модели снайперских винтовок должны безотказно действовать в любых климатических поясах. И не просто действовать, а поражать цели на больших расстояниях. На третьем месте винтовка AW Supermagnum от фирмы Accurace International. Эта всепогодная винтовка проверена в боях, где подтвердила свою надежность. Супермагнум особенно хороша для поражения легкой бронированной техники вертолетов. Она отлично пробивает кирпичные стены. Ее успешно используют вот уже много лет военные силы всех стран мира. Отличная снайперская платформа для любых условий. AW Supermagnum — легкая снайперская винтовка, способная действовать в самых суровых климатических зонах планеты. И все благодаря усовершенствованной конструкции. Супермагнум работает при температурах от минус 46 до плюс 71 градусов. Винтовка, разработанная для шведских спецслужб, идеально приспособлена для ведения боя в условиях полярного круга. Главное назначение винтовки Супермагнум — боевые операции в условиях низких температур, в условиях полярного круга. Для этого у нее имеется ряд средств для удаления льда. При минусовых температурах скользящие механизмы затворов обычных винтовок промерзают, полностью блокируя ход. У Супермагнума таких проблем не возникает благодаря стволу с долами. Если на затворе появляется наледь, эти желобки позволяют уменьшить его контакт с внутренней поверхностью. И пользоваться такой винтовкой можно при минусовых температурах. Все подвижные части этой винтовки созданы с расчетом на минусовые температуры. Система затвора была разработана с учетом образования наледи, как и магазин. Перезарядка легко производится даже при низких температурах. Даже передняя часть затвора была укропнена, чтобы ею легко можно было управлять толстым перчатком. В столик экстремальных условиях одной винтовки мало. Нужен и не менее надежный патрон. Супермагнум стреляет патронами Лапоа 338-го калибра, первыми патронами, разработанными непосредственно для снайперов. Боец может унести больше патронов 338-го калибра, чем 50-го. Да и сама винтовка легче. У 338-го калибра ниже отдача, но дальнобойность при этом не теряется. С этой винтовкой дальность поражения увеличивается на 500-600 метров. А это значит, что ты можешь достать противника, а он тебя нет. Это оружие прошло проверку огнем в самых суровых боевых операциях в мире. В Афганистане эти винтовки спасли немало жизней. Когда в округе появляется снайпер с 338-м калибром, все остальные уходят. Приятно знать, что наша работа спасает жизни бойцам. Это самое страшное оружие для талибов. Они его боятся. Эта винтовка набрала высшие баллы по всем категориям, кроме скорострельности. Тем не менее, Супер Магнум доказала себя в боевых операциях и в пустынях Ирака, и в горах Афганистана. Это оружие, которое будет ударить на кого-то, а потом их поднимать. Запредельное оружие Название фирмы Барретт уже давно стало синонимом крупнокалиберных снайперских винтовок. На втором месте нашей десятки находится М-107 — легкий уличный боец с мощным ударом. В 1982 году Ронни Барретт разработал первую винтовку, позволявшую стрелку безопасно использовать патроны 50-го калибра. Источником вдохновения послужил автомат «Браунинг» — тяжелая автоматическая пушка с невероятной убойной силой. Это был стандартный автомат 50-го калибра, который весил более 40 килограммов. С 20-килограммовой треногой, естественно, не предназначался для переноски бойцов. И вот я решил сделать его переносным. Делать новый автомат решено было на основе М-82, который почти сразу взяла на вооружение армии США. Я поставил цель создать переносную винтовку, способную стрелять с плеча патронами 50-го калибра. Вот это мощь. Сегодня полуавтоматические крупнокалиберные винтовки уже не редкость, но это была первая полуавтоматическая система для 50-го калибра, предназначенная для стрельбы с плеча. С этой винтовкой можно вести огонь с высоких позиций, скажем, в горах Афганистана, поражая цели на расстоянии, которые раньше были недостижимы. Теперь не нужно посылать солдат на противника, а просто вести отстрел с удобной позиции, наблюдая за дорогами, прикрывая войска. Всё это открыло для нас новые горизонты. М107 отлично поражает и движущиеся мишени. Береговая охрана США использует эти винтовки для поражения автомобилей. Эта винтовка удобно поражает движущиеся цели, так как она действует в полуавтоматическом режиме. Поймав на прицел автомобиль, можно бесконечно поливать его огнём. Ронни Барретт уверен, что в конструировании формы всегда подчинена функциональность. У этого автомата очень притягательный вид. М107 отлично смотрится и отлично стреляет. Последняя версия винтовки М107 предлагает ещё большие возможности. Она на 2,5 килограмма легче предыдущей. Это облегчит нож у бойцов в Афганистане, или значительно снизит вес груза при отправке оружия на боевую операцию. Характерный для этой модели дульный тормоз в форме стрелы был заменён более традиционным цилиндрическим, для возможности навеса глушителя. Чтобы добавить 107-й возможность установки глушителя, пришлось внести изменения в конструкцию затвора и дульного тормоза. Новая винтовка 107А1 создана с расчётом на использование глушителя. Но в том, что касается бойной силы, винтовке Барретт 107 нет равных. На современном поле боя нет мишени, которые 50-й калибр не способен поразить. М107 с магазином на 10 патронов выдаёт дульную силу в 60 килограммов. С ней можно поражать мишени на расстоянии до 2 километров с предельной точностью. В настоящее время нет другой системы вооружения, способной заменить М107. Столкнувшись со столь мощной силой, противник дважды подумает, прежде чем вступать в бой. Невероятная мощь теперь сосредоточена в руках одного солдата. Это и делает М50 запредельным оружием. Лёгкая портативная крупнокалиберная винтовка с дальнобойностью в 2 километра. Но она занимает лишь второе место в нашем списке запредельных снайперских винтовок. На первое место мы определили винтовку Чайтак М200 Интервеншн. Это не просто винтовка, а целая система вооружения. Это новое слово после модели 50 BMG для снайперов. У неё меньше отдачи, но больше дальнобойность, чем у других винтовок 50-го калибра. Лёгкая винтовка, инновационные патроны, портативный компьютер — компоненты для создания запредельной снайперской системы. Цель в центральном секторе. Крис Кинни и Дэйв Дурхам — снайперская команда, знающая, как добиться максимальных результатов от системы Чайтак. Центральный мишень, правый край. Полуавтоматические снайперские винтовки, такие как Барретт-107, имеют функцию брекетинга, чтобы хоть одна пуля достигла цели. Но если вам нужно поразить мишень с первого раза одним точным выстрелом, то система Чайтак М200 Интервеншн вкупе с патроном 408-го калибра — ваш непременный выбор. Попадание в правый край отверстия в левом краю. Чайтак имеет высокую точность стрельбы на значительных расстояниях. С расстояния в тысячу метров можно пробить двигатель. Баррикады, стальные двери. С 500 метров пробивается бетонный блок. Невероятная бойная сила и точность попадания. За винтовкой Чайтак удерживается мировой рекорд точности стрельбы, когда в мишень размером с человека было сделано три последовательных попадания с расстояния в 2100 метров. Точность и скрытность — главные требования, предъявляемые снайпером к своему оружию. Чайтак отличился и в том, и в другом, благодаря техническим новинкам. Дай 56,5. Делай расчет для выстрела на дальнее расстояние. Вы безошибочно пошлете пули именно туда, куда вам надо. Небольшой баллистический компьютер облегчает расчеты для снайпера. Теперь не нужно перепроверять расчет, это сделает автоматик. При подготовке к выстрелу снайпер учитывает самые разные показатели. Наличие удобного небольшого электронного устройства для расчетов значительно упрощает задачу. Расстояние, направление, скорость ветра, давление, температура патронов, температура воздуха, широта — все это нужно учитывать, чтобы произвести точный выстрел. Ведь один выстрел может решить исход боя, спасти жизнь, или даже тысячу жизней. Компьютера внесены баллистические данные всех патронов, применяемых войсками США и НАТО от 556 до 50 калибра. Но наибольший преимуществ системе Чайтак позволяет добиться созданной специально для нее патрон 408 калибра. Я считаю, этот патрон самым выдающимся достижением в конструировании этой системы. Кроме четвертого, есть патроны и помощнее, но они не столь точны. Испытания 408 калибра показали, что эти пули несут большую кинетическую энергию на большее расстояние, нежели пули 50-го калибра. В мире множество фильм, производящих первоклассные системы вооружения, снайперские системы вооружения. Но только наши пули действительно летят. Боец может унести с собой в два раза больше таких боеприпасов, чем 50-го калибра. Это имеет огромное значение для бойца. Меньше вес, больше пуль. Чтобы выйти на позицию, произвести один выстрел, порой уходит неделю. И главное, не быть замеченным. Поэтому винтовка должна быть бесшумной. Произведя выстрелы с такой винтовки, вы не выдадите звуком выстрела в ваше местоположение. Засев укрытие на расстоянии тысячи или полутора тысяч метров от противника с патронами 408-го калибра, вы можете быть спокойным, что вас не обнаружат. Легкая портативная винтовка, посылающая пулю на более чем 2 километра и снимающая цель одним выстрелом, заслуживает первого места в нашем списке. Я считаю, что это лучшая снайперская система на сегодняшний день. Это полноценная система, а не просто винтовка, а оптический прицел или пуля. Все это дополняет друг друга для получения невероятных результатов. По нашему мнению, Чайтак М-200 самая запредельная снайперская система. Супер Магнум работает при температурах от минус 46 до плюс 71 градусов. Винтовка, разработанная для шведских спецслужб, идеально приспособлена для ведения боя в условиях полярного круга. Главное назначение винтовки Супер Магнум — боевые операции в условиях низких температур, в условиях полярного круга. Для этого у нее имеется ряд средств для удаления льда. При минусовых температурах скользящие механизмы затворов и обычных винтовок промерзают, полностью блокируя ход. У Супер Магнума таких проблем не возникает благодаря стволу с долами. Если на затворе появляется наледь, эти желобки позволяют уменьшить его контакт с внутренней поверхностью. И пользоваться такой винтовкой можно при минусовых температурах. Все подвижные части этой винтовки созданы с расчетом на минусовые температуры. Система затвора была разработана с учетом образования наледи, как и магазин. Перезарядка легко производится даже при низких температурах. Даже передняя часть затвора была укрупнена, чтобы ею легко можно было управлять толстым перчатком. В столе экстремальных условиях одной винтовки мало. Нужен и не менее надежный патрон. Супер Магнум стреляет патронами Лапоа 338-го калибра, первыми патронами, разработанными непосредственно для снайперов. Боец может унести больше патронов 338-го калибра, чем 50-го, да и сама винтовка легче. У 338-го калибра ниже отдача, но дальнобойность при этом не теряется. С этой винтовкой дальность поражения увеличивается на 500-600 метров, а это значит, что ты можешь достать противника, а он тебя нет. Это оружие прошло проверку огнем в самых суровых боевых операциях в мире. В Афганистане эти винтовки спасли немало жизней. Когда в округе появляется снайпер с 338-м калибром, все остальные уходят. Приятно знать, что наша работа спасает жизни бойца. Это самое страшное оружие для талибов. Они его боятся. Эта винтовка набрала высшие баллы по всем категориям, кроме скорострельности. Тем не менее, Супермагнум доказала себя в боевых операциях и в пустынях Ирака, и в горах Афганистана. Это оружие, которое будет ударить кого-то, и отнимать их вниз. Запредельное оружие Название фирмы Барретт уже давно стало синонимом крупнокалиберных снайперских винтовок. На втором месте нашей десятки находится М107, легкий уличный боец, с мощным ударом. В 1982 году Ронни Барретт разработал первую винтовку, позволявшую стрелку безопасно использовать патроны 50-го калибра. Источником вдохновения послужил автомат Браунинг, тяжелая автоматическая пушка с невероятной убойной силой. Это был стандартный автомат 50-го калибра, который весил более 40 килограммов. С 20-килограммовой треногой, естественно, не предназначался для переноски бойцом. И вот я решил сделать его переносным. Делать новый автомат решено было на основе М82, который почти сразу взяла на вооружение армии США. Я поставил цель создать переносную винтовку, способную стрелять с плеча патронами 50-го калибра. Вот это мощь. Сегодня полуавтоматические крупнокалиберные винтовки уже не редкость, но это была первая полуавтоматическая система для 50-го калибра, предназначенная для стрельбы с плеча. С этой винтовкой можно вести огонь с высоких позиций, скажем, в горах Афганистана, выражая цели на расстоянии, которые раньше были недостижимы. Теперь не нужно посылать солдат на противника, а просто вести отстрел с удобной позиции, наблюдая за дорогами, прикрывая войска. Все это открыло для нас новые горизонты. М-107 отлично поражает и движущиеся мишени. Береговая охрана США использует эти винтовки для поражения автомобилей. Эта винтовка удобно поражает движущиеся цели, так как она действует в полуавтоматическом режиме. Поймав на прицел автомобиль, можно бесконечно поливать его огнем. Ронни Барретт уверен, что в конструировании формы всегда подчинена функциональность. У этого автомата очень притягательный вид. М-107 отлично смотрится и отлично стреляет. Последняя версия винтовки М-107 предлагает еще больше и большие возможности. Она на 2,5 килограмма легче предыдущей. Это облегчит нож у бойцов в Афганистане или значительно снизит вес груза при отправке оружия на боевую операцию. Характерный для этой модели дульный тормоз в форме стрелы был заменен более традиционным цилиндрическим для возможности навеса глушителя. Чтобы добавить 107-ю возможность установки глушителя, пришлось нести изменения в конструкцию затвора и дульного тормоза. Новая винтовка 107А1 создана с расчетом на использование глушителя. Но в том, что касается бойной силы, винтовки Баррэк-107 нет равных. На современном поле боя нет мишени, которые 50-й калибр не способен поразить. М-107 с магазином на 10 патронов выдает дульную силу в 60 килограммах. С ней можно поражать мишени на расстоянии до 2 километров с предельной точностью. В настоящее время нет другой системы вооружения, способной заменить М-107. Столкнувшись со столь мощной силой, противник дважды подумает, прежде чем вступать в бой. Невероятная мощь, теперь сосредоточена в руках одного солдата. Это и делает М-50 запредельным оружием. Легкая портативная крупнокалиберная винтовка с дальнобойностью в 2 километра, но она занимает лишь второе место в нашем списке запредельных снайперских винтовок. Гильзы и перезаряжание винтовки. Все это происходит менее чем за одну треть секунды. Скорострельность АС-55 патронов за одну и шесть десятых секунды. Попадание в центральное левое. С ней легко держать противника у земли. Цель уничтожена. Эта невероятная скорострельность наделяет винтовку разрушительной мощью. Я могу выпустить пять патронов с большой кучностью стрельбы за то время, пока я все это говорю. Это дает значительное преимущество. Секрет заключается в уникальной плавающей конструкции ствола, снабженного двухкамерным тормозом компенсатором, предотвращающим подброс оружия при стрельбе. Прежде чем успеет двинуться любая движущаяся часть механизма, пуля уже будет на сто метров в воздухе. Титановый корпус делает винтовку легкой и прочной. Небольшой вес винтовки дает сотрудникам спецслужб. Легко переносить ее на себе по необходимости. Это оружие более универсальное. для большей бойной силы в АЭС-50 используются бронебойные зажигательные снаряды. Они пробивают бетон и сталь, сохраняя при этом достаточную энергию, чтобы поразиться. Этот 50-й калибр весьма устрашающе действует на силу противника. Ведь сейчас убрать врага нужно одним выстрелом. Один выстрел, один труд. Если вести из нее огонь по силам противника, то им придется сидеть у земли. Что дает нашим бойцам продвинуться в тыл под прикрытием. Высокая скорострельность, бронебойные патроны и словно этого мало. Высокая точность стрельбы, сравнимая с винтовками, оснащенными скользящим затвором. Главное преимущество этой винтовки в том, что она имеет такую же высокую точность стрельбы, как винтовка со скользящим затвором, но при этом позволяет вести стрельбу в полуавтоматическом режиме. Это огромный плюс. Винтовка С-50 от компании Акурас Интернешнл подходит для любых условий и неизменно оставляет за собой значительные потери во вражеских силах. Продолжаем продвигаться к началу списка лучших снайперских винтовок по нашим представлениям. На четвертом месте винтовка Барретт 99 416-го калибра, бьющая с невероятной точностью. Запредельная винтовка требует запредельной амуниции. Патрон 416-го калибра один из самых мощных. Пуля покидает ствол на скорости примерно тысячи метров в секунду. Это феноменальная скорость. Пуля имеет солидный вес и удлиненную форму, что позволяет погасить сопротивление ветра. До сих пор пули делались по простому принципу. Чем тяжелее, тем больше дальность полета. Но Крис Барретт с фирмой Барретт Файрамс решил бросить вызов привычным правилам. При создании патрона 416-го калибра мы столкнулись с рядом трудностей. касается формы самого патрона и геометрии гильзы, ее потенциала, пороховой смеси, приводящей пулю в движение. Самый распространенный патрон 762-го калибра с высокой начальной скоростью поражает цель на расстоянии около 800 метров. Более крупные патроны 50-го калибра поражают цель на расстоянии до 2 километров. Но если создать патрон меньшего калибра, способный поражать цели на таком же расстоянии, и с не меньшей точностью. Чем выше скорость пули в момент, когда она покидает ствол, тем дольше она будет держать эту скорость и тем выше будет убойная сила этой пули. Крис и его команда сосредоточили усилия на создании высокоскоростной и более мощной пули. Старайся уменьшить ее вес до минимума. Этот патрон 416-го калибра при высокой скорости полета и более ровной траектории позволяет поражать мелкие цели на значительном расстоянии. Оно увеличивает дальность стрельбы почти на тысячу метров. Лора Гэтч, снайпер, перепровавшая немалую систему вооружения. Это модель 99 от фирмы Барретт с патронами 416-го калибра. Отличная вещь. Винтовка Барретт 99-й модели высокоточное оружие создано идеально для женщины-стрелка. Это винтовка со скользящим затвором с низкой отдачей всего лишь легким толчком плеча. В ситуации, когда все решает один выстрел, он должен быть точным. Высокая точность попадания с Барреттом 416-го калибра обеспечивает поражение цели с одного единственного выстрела. Промежуток времени между спуском курка и поражением цели очень мал. Снаряд ведет точно в цель и достигает ее быстро. Эта пуля поражает цель гораздо быстрее, чем пуля 50-го калибра. Ее выше скорость полета. Высокая скорость полета снижает воздействие внешних факторов. Ветер, атмосферное давление, погода, все это имеет огромное значение при поражении цели. За то время, пока пуля летит к цели, воздействие на нее будет значительно меньше. Большинство патронов 50-го калибра тормозятся ниже скорости звука на расстоянии менее полутора километров. А 416-й калибр сохраняет сверхзвуковую скорость на более чем половину этого расстояния. 416-й калибр и на 2,5 километрах сохраняет сверхзвуковую скорость, а 50-й теряет ее уже на 1700 метрах. Винтовки со скользящим затвором, стреляющие пулями 50-го калибра теряют портативность и скорострельность. Но в сочетании с пулями 416-го калибра они набирают высшие баллы в дальнобойности и убойной силе. Запредельно эту винтовку делает возможность поражать мишени на большем расстоянии. Но чтобы стать по-настоящему запредельным оружием, винтовка должна действовать в любых самых экстремальных условиях. В горах Афганистана, тропических джунглях, в сухом климате пустыни и в арктической тундре. Современные модели снайперских винтовок должны безотказно действовать в любых климатических поясах. И не просто действовать, а поражать цели на больших расстояниях. На третьем месте винтовка АВ Супермагнум от фирмы Акураси Интернешнл. Эта всепогодная винтовка проверена в боях, где подтвердила свою надежность. Супермагнум особенно хороша для поражения легкой бронированной техники вертолетов, она отлично пробивает кирпичные стены. Ее успешно используют вот уже много лет военные силы всех стран мира. Отличная снайперская платформа для любых условий. АВ Супермагнум легкая снайперская винтовка, способная действовать в самых суровых климатических зонах планеты. И все благодаря усовершенствованной конструкции. Дальнобойность тысячу метров не только днем, но и ночью. Это новый концепт, над которым мы работаем с несколькими другими производителями. В нем предусмотрен держатель для магазина в затыльнике приклада. Мы предусмотрели уклон в передней части. Это щека прицельной колодки, высоту которой можно регулировать. Винтовка удобная, надежная и во многом превосходящая аналоги. С ней очень приятно работать. Какой бы приятной ни была эта винтовка во вращении, мы поставили М40 на 7 место нашего списка лучших в мире снайперских винтовок. Она отлично подойдет и полицейскому стрелку для стрельбы на 50 метров и военному снайперу посылающему пулю за километр. Далее компактная конструкция Bullpup представляет большой набор опций, а также старый фаворит, который обрел второе рождение. Запредельное оружие. Мы составили список лучших снайперских винтовок. На 6 месте короткая но убойная винтовка Stealth Recon Scout. Если вы сочли, что она совсем не похожа на снайперскую, значит конструкторы не зря старались. Ведь Stealth Recon Scout винтовка полностью переворачивающая наше представление о снайперских системах. Перед нами была поставлена задача сконструировать винтовку с укороченным стволом, более портативную, но имеющую полноценные баллистические качества снайперского оружия. В районах боевых действий военным сотрудникам правоохранительных органов все чаще требуется целевое оружие. Оно должно быть портативным, чтобы действовать в застроенных районах, но иметь достаточные для поражения цели на расстоянии габариты. Конечно, боец может нести с собой для оружия либо систему вооружения типа САБРА, которая представляет собой штурмовую снайперскую винтовки в одном модульном корпусе. Но что, если можно поражать цели на расстоянии до двух километров из более короткого ствола? Мы создали винтовку Стелс Рекон Скаут, потому что считаем привычные снайперские оружейные системы слишком громоздкими. Цель 530 метров. Конструкторы из Desert Tactical Arms вернулись к чертежным планшетам и разработали альтернативную конструкцию винтовки Стелс Рекон Скаут. Стелс Рекон Скаут уникальна тем, что имеет схему компоновки Bullpup, при котором ударные механизмы и магазин расположены в прикладе позади спускового крючка. Уникальность компоновки такой схемы заключается в том, что она позволяет значительно укоротить длину снайперской винтовки. Схема Bullpup дает возможность готовить более короткую винтовку при одинаковой длине ствола. Винтовка Стелс Рекон Скаут удобна не только возможностью замены стволов, но также и замены патронов. Она принимает как стандартные 308-е, так и специальные снайперские патроны Лапоа 338-го калибра. Многокалиберная винтовка дает значительные преимущества в городских условиях. Ведь в населенном пункте вам не нужна дальнобойность километров с лишним. В данном случае вам нужно оружие, бьющее на пару сотен метров с низкой проникающей способностью. Это то, что вам нужно. Смена ствола на этой системе устроена как нельзя проще и удобнее. На этой системе очень легко поменять ствол. Сейчас она установлена для стрельбы патронами Лупа 338-го калибра. Нужно лишь снять эту накладку с приклада, удалить винт, снять магазин, повернуть на пол оборота четыре винта. И повернуть зажим ствола на 180 градусов. Беремся за ствол, он легко вынимается. Это ствол 308-го калибра длиной 56 сантиметров. В нижней части имеется стрелка, которая указывает правильное расположение ствола при установке на оружейную систему. Затем берем затвор на 308-й калибр. Зазор среза затвора находится на стволе. Вставляем новый ствол до щелчка. Закручиваем четыре винта. Ставим магазин на 338-й калибр. Ставим на место накладку. Боец сможет легко и уверенно действовать в зоне города с этой новой портативной винтовкой. Преимущество для снайпера, вооруженного винтовкой Стелл Секон Скаут, заключается в ее модульной конструкции. Она позволяет легко менять длину ствола и калибр, переключаясь 308-го на 338-е лапуа. Теперь есть винтовка, которую можно с одинаковой эффективностью использовать для поражения таких целей, как бронированные автомобили, так и для уничтожения пехотных сил противника меньшим калибром. Винтовка Стелл Секон Скаут дает бойцу оперативную гибкость и максимальную скрытность действия при компактном и легком корпусе. Отлично подходит и для полицейского при стрельбе на 50 метров и для военного снайпера. Для бойца, который желает передвигаться налегке, но иметь при себе грозное оружие отличным решением будет винтовка АС-50. Именно эту модель мы поместили на пятое место нашего списка. Она была разработана для морской пехоты США на основе 50-го калибра. Это полуавтоматическая снайперская винтовка 50-го калибра с магазином на 5 патронов. Морским котикам США требовалось оружие, которое можно легко разобрать и переносить небольшой группе бойцов на труднопроходимых участках суши. Винтовка АС-50 легко разбирается на два основных компонента с точки зрения удобства переноски и ней нет равных. Собирается она менее чем за 3 минуты. Для сборки нужна лишь одна отвертка. Винтовка создавалась с расчетом на морских котиков, чтобы ее можно было достать из воды, собрать и тут же приступать к поражению цели на расстоянии до полутора километров. Морские котики США проходят подготовку, делающие их ловкими, выносливыми и умеющими сражаться в любых условиях бойцами. К своему оружию они предъявляют такие же высокие требования. Этой винтовке ни почем ни грязь, ни морская вода, ни ил, ни песок, ни снег. Она может работать в самых суровых полевых условиях. В АС-50 такой выносливости удалось добиться благодаря точным конструкторским решениям и вниманию к мелочам. Все движущиеся части изготовлены из высококачественных материалов. В стволе имеются специальные канавки для отвода песка или воды, если стрельба производится в боевых условиях. Просто берете винтовку, вытряхиваете из нее воду или песок и открываете огонь. При ближайшем рассмотрении затворный механизм АС-50 показывает сложную отлично поставленную серию движений для выброса стрелянной геймпы. В нашей программе мы расскажем о самых лучших образцах высоких технологий в каждой из таких категорий оружия как снайперские винтовки. Взрывные системы оружия ближнего боя с запредельным оружием. За то время, пока снайпер перезаряжает однозарядную винтовку, стрелок с М110 успевает выпустить четыре пуля и быть готовым стрелять дальше. Бойцы начали знакомиться с новой винтовкой и обнаружили, что число попаданий в четыре раза превосходит однозарядной винтовки. То есть они могли поразить четыре раза больше мишени, чем с однозарядной винтовкой. Эффективность действия увеличилась четыре раза. Усовершенствованная оптическая система М110 дает стрелку возможность поражать мишени на дальних расстояниях и днем и ночью. С установкой на эту винтовку системы ночного видения мы получаем новые возможности ведения ночного боя, ранее нам недоступные. Днем в пустыне условия ведения боя ухудшаются из-за омарива и прочих визуальных помех. Инфракрасный оптический прицел впервые позволил бойцам поражать цель в ночное время с большим успехом, нежели чем немного. Ключевой фактор для снайперской амуниции — скорость. Пламя-гаситель, установленный на М110, уменьшает звук и огневую вспышку от выстрела. То, что можно поражать цели на большом расстоянии, при том, что они не знают, откуда произведен выстрел, значительно повышает эффективность. Как оружие эта винтовка не лучше и не хуже прочего. Но если добавить сюда пламя-гаситель, оптический прицел ночного видения, дневного оптический прицел, то винтовка становится весьма эффективной на расстоянии до тысячи метров. Она легко поражает любой мишень в любых условиях в этом радиусе. Да, это запредельное оружие. М110, набравшая средние баллы за дальнобойность и портативность, но ее главные плюсы полуавтоматический режим стрельбы и знакомая конструкция. Это ключевое преимущество в полу сражения. На девятом месте многоцелевая, многофункциональная винтовка «Савр». Она была разработана специально для спецвойс США. Винтовка позволяет вывести ближний и дальний бой, переключаясь из одного режима в другой без помех для мобильности. На поле сражения солдаты должны передвигаться быстро и без шума. За одну операцию часто приходится совершать более чем одно задание. В любой боевой ситуации, будь то Афганистан или Ирак, поразив цель, вы должны помнить об угрозе за пределами здания. Прежде чем занять нужную позицию, снайпер может быть вынужден принять ближний бой в ограниченном помещении. А для этого требуется несколько типов оружия и амуниции. Ранее нам приходилось брать с собой два типа оружия. Дополнительный вес второго ствола, также дополнительный набор амуниции ограничивает вашу подвижность и выносливость на поле боя. От этого зависит то, как долго вы сможете продержаться в бою. Этот спецназовец столкнулся с подобной проблемой в ходе военных действий в Ираке в 2005 году. Я, а также другие бойцы армии США и несколько иракских снайперов должны были войти в город и вытеснить повстанцев. Это был старый город с узкими улочками, тесными помещениями, узкими дверными проемами. По мере продвижения мы должны были защищать себя, поэтому каждый нес по два ствола. В случае, если необходимо иметь при себе одну винтовку, но поражать ее как дальней, так и ближней цели Сабр незаменима. Сабр означает штурмовая винтовка с переменным боеприпасом. Огонь! Сабр создавался с целью дать спецназовцу возможность выполнять разные задачи при наличии всего одной оружейной системы. На винтовке стоит верхний патроник на патроны 12-го калибра, рассчитанный на ближний бой. В дополнение к нему имеется приемник для 20-ти миллиметровых гранат. Чтобы превратить винтовку в гранатомет, достаточно выдернуть два штыря и установить патронник для гранат. Вынимаем два штыря, устанавливаем верхний патронник, переключаемся на второй и вставляем штырье обратно. «Она Кассабра» уникальна не только в улучшенной мобильности, но также и в том, что позволяет скрыть подлинную миссию бойца. Винтовка со сменным боеприпасом позволяет скрыть наличие второго ствола для 20-ти миллиметровых гранат. В приходе в зону боевых действий она не выдаст вас снайпера. Все имеют при себе одну боевую систему, один тип боеприпасов, один тип магазина. Винтовка «Сабра», оснащенная 20-ти миллиметровым позволяет поражать одну цель за другой быстрее, чем аналогичной однозарядной винтовкой. Она поражает цели на расстоянии от 800 до 1000 метров для точечных мишеней и до 800 метров общего поражения. Как и М110, «Сабра» сделана на базе проверенных моделей М4 и М16. Если боец проходил обучение на любой из этих моделей оружия, то легко разберется и с винтовкой «Сабра». «Сабр» создавался с расчетом наконечного пользователя. Это более эргономичное, более удобное во вращении винтовкой, которой может пользоваться каждый боец без предварительной подготовки. Сменный верхний патронник огромные преимущества, превращающие «Сабра» в смертельное штурмовое оружие. Однако останавливающая сила пули у нее, как у снайперской винтовки, небольшая. Далее в программе «Макмиллион ТЭК-50», официальный рекордсмен, доказан в реальном бою. За ней рекорд в поражении цели на самом большом расстоянии. Запредельное оружие Мы составили список десяти лучших снайперских винтовок. На восьмом месте оказалась винтовка ТЭК-50. Убийственно точная. Простая в обращении. Проверено в бою. Винтовка со скользящим затвором залог точности попадания. Как раз это мы и имеем. Конструкция ложа, а также то, как газ отводится через затвор, снижает отдачу и значительно повышает точность попадания. За винтовкой ТЭК-50 числится мировой рекорд на самую дальнюю пораженную мишень. 2430 метров. Это самая точная крупнокалиберная винтовка на рынке. Речь идет о винтовке со скользящим затвором, способной поразить цель на расстоянии в 2,5 километра. Невероятно. И если ТЭК-50 способна произвести столь точный выстрел на таком расстоянии, то остальное за пулей. 50-й калибр, самый крупный. Такой патрон имеет самую большую мощь и на большом расстоянии способен нанести серьезное поражение. С такой винтовкой можно поражать мишень через твердые преграды вроде брони автомобиля, действуя при этом со снайперской точностью. Крупная калиберная винтовка, разработанная фирмой МакМиллан, известна среди своих как Биг Мак, Большой Мак. В конце 80-х, начале 90-х, МакМиллан получил заказ от морской пехоты США на разработку системы вооружения 50-го калибра. Главная задача повысить точность стрельбы и качество оружия при действии на дальних расстояниях. И воздействие такого мощного оружия, как винтовка ТЭК-50 на врага, не ограничивается физическим аспектом. Винтовка может изрядно запугать противника только тем, как происходит поражение пулей 50-го калибра. Представьте, стоит группа повстанцев, неожиданно один из них падает замерк, у остальной в ступоре. Никто не знает, откуда прилетела пуля. Слышался только тихий щелчок винтовки где-то вдалеке. Если пуля, выпущенная из Большого Мака, предназначалась вам, то вы даже не поймете, что произошло. Психологическое воздействие на силы противника при снайперском их отстреле велико. Достаточно одного убитого неизвестно откуда прилетевшей пули, чтобы посеять панику. Добавьте к этому убийственную мощь 50-го калибра, и вы поймете, какое это мощное воздействие. Винтовка ТЭК-50 уже оставила след на местах сражения в современной истории. Она успешно показала себя на боевых операциях в Афганистане, и до сих пор удерживает рекорд по самой дальней пораженной цели. Рекордный выстрел из винтовки ТЭК-50 был произведен в Афганистане в ходе военной операции «Анаконда». Канадский снайпер попал и убил талибанского бойца с расстояния чуть менее двух с половиной километров. Если вы опытный снайпер, вооруженный хорошим оборудованием с грамотным корректировщиком огня, то при совпадении всех необходимых условий вы сможете производить точные выстрелы на расстоянии в две тысячи метров. Очень ценно то, что снайпер может с большой точностью произвести выстрел. Заняв игодную позицию в нескольких кварталах от мишени, он может снять ее одним выстрелом, не покалечив никого вокруг, даже если они находятся в одной комнате. Это крайне важно. ТЭК-50 можно с уверенностью отнести к запределям оружия, так как винтовка доказала свои качества в бою, и ей принадлежит рекорд по дальности поражения. Я считаю, что ТЭК-50 может по праву зваться за предельным оружием, так как ни одна другая винтовка не поражает цель с такой точностью и на таком расстоянии. С ней можно вести огонь с большого расстояния. Бойцы доверяют этой системе вооружения и желают с ней работать впредь. С этой относительно простой винтовкой они способны добиваться значительного успеха. Винтовка со скользящим затвором ТЭК-50 являясь рекордсменом дальнобойности набирает самые высокие баллы за точности дальней стрельбы. Но в нашем списке эта винтовка не дотянула до первого места. Хотя и совсем не надо. Любопытный смесь простоты и разрушительной мощи. На седьмом месте снайперская винтовка корпуса морской пехоты США. М-40 сочетающая традиционные качества изготовления современной технологии. Все компоненты винтовки изготавливаются одним мастером на одном станке. Вот почему наша продукция выделяется из общей массы. В основе нашего производства мастерство и внимание к мелочам. Снайперские системы вооружения постоянно совершенствуются благодаря развитию современных технологий и последним достижениям науки. Но иногда лучшим решением является самое простое. Винтовка М-40 проверенной временем является образцом такой простоты и надежности. Винтовка М-40 была разработана для корпуса морской пехоты США в 1966 году на базе целевой винтовки Ремингтон 700. В корпусе морской пехоты она до сих пор значится как М-40А-3. Проверенная испытанная в боях система вооружения была усовершенствована с помощью новейших технологий и материалов, но сохранила высокое качество сборки. Когда прикладываешь винтовку к плечу и закрываешь затвор, то словно захлопываешь дверь. Винтовка сидит в руках прочно, почти нет отдачи, ничего не шатается. Но запредельно винтовку делает вот что. Новый патрон 6,5 на 47 миллиметров Лапоа. Этот патрон один из самых эффективных для использования в системах вооружения 308-го калибра. Сочетание патрона калибра 6,5 с нашими винтовками М40Т7 дает потрясающий результат. Эти две мастерски выполненные системы отлично дополняют друг друга. В результате получилась надежная и прочная снайперская система, обретающая в руках опытного стрелка смертоносную точность. Центральная мишень попадания в центр. Придя к выводу, что эти новые патроны соответствовали по качеству нашим системам вооружения, мы решили создать снайперскую платформу высокой эффективности. Патрон 6,5 миллиметров лупа по весу и размерам соответствует 308-го калибру, но имеет иные баллистические характеристики. Это патрон Винчестер 308-го калибра. Покидая дул, он тут же начинает снижаться под угетер, а энергия опускает к Земле под воздействием гравитации. Так? Теперь совним с патроном 6,5 на 47 миллиметров лупа. Вылетая из дула винтовки, пуля дольше сохраняет первоначальную траекторию. В конце полета она не отклоняется настолько, насколько уходит вниз пуля 308-го калибра. Будучи последней разработкой в области амуниции, этот патрон летит быстрее дальше, покидая дула с меньшей отдачей, чем аналогичный патрон 308-го калибра. У патрона 6,5 миллиметров лупуа отдача при стрельбе на 40% меньше, чем у 308-го калибра. Стрелок в цель открыта расстояние 280. Это позволяет быстрее произвести повторный выстрел, если стреляешь без корректировщика огня. Если же вы работаете в паре, то и здесь есть преимущество. Вы оба видите точку поражения. Повышенная скорость полета пули предохраняет ее от воздействия внешних факторов, таких как ветер или погодные условия. Центральная мишень попадания в центр. М40 с патроном 6,5 на 47 способна поражать мягкие мишени на расстоянии до 1000 метров. Увеличение дальнобойности способствует повышенной выживаемости. Чем дальше, тем лучше. Оружейники компании Tactical Rifles при меньшем количестве движущихся частей смогли уделить больше внимания усовершенствованию модернизированной эргономичной конструкции винтовки. А в комплекте с инфракрасным оптическим прицелом М40 показывает